Следующий шаг это как распространить приложение на настольной системе. Ну понятно, можно отконфигурировать подключение, но правильнее использовать Remote App. И когда мы используем Remote App, мы можем использовать либо пакет установщика Windows, либо RDP файлы. Но в данном примере мы используем оба. Сначала мы отконфигурируем Remote App для XML, а затем мы настроим его распространение на данную систему. Ну соответственно те, кто хорошо знакомы с тем, как распространить программное обеспечение при помощи System Center Configuration Manager или средствами групповых политик, прекрасно понимают, что пакет Windows Installer можно легко распространить при помощи этих инструментов. Ну разумеется на те станции, на которые вам необходимы. Итак, давайте для начала отконфигурируем приложение Remote App. Для этого выберем Dispatcher Remote App. Добавить программу Remote App. Далее. Соответственно все, что есть в системе по умолчанию, можно выбрать в списке. Все, чего нет, можно отыскать. Но мы сошлемся на приложение при помощи ярлыка. Далее. И готово. Все, появилось у нас приложение, все, можно работать. При помощи контекстного меню у нас есть создать RDP файл и создать пакет Windows Installer. Ну начнем с RDP файла. Далее. Выбираем каталог, который будем его создавать. Соответственно, если бы у нас отличался порт, например, был бы другой сервер, мы использовали бы шлюз служб терминалов или подпись сертификата, это все можно было бы здесь сразу отконфигурировать. Так как нам необходимости в этом нет, поэтому далее. И готово. Соответственно, появился у нас RDP файл, который можно использовать для подключения к нашему приложению. По аналогии создадим пакет Windows Installer. Далее. Выбираем каталог, в который мы его положим. Это будет также Deploy. Соответственно, и все настройки по аналогии с предыдущим проходом, когда мы создавали RDP файл, мы оставим по умолчанию. Далее. Но здесь есть такой момент, как, например, расположение ярлыков. Это в меню пуск под каталогией Remote Programs. И на рабочем столе. Ну и можно ассоциировать файловое расширение с нашей программой Remote App. В данном случае мы этого использовать не будем. Далее. Проверяем, что мы все выбрали, все, что нам необходимо. И готово. Все. Появился пакет установки Windows. Теперь воспользуемся нашим FTP сервером для того, чтобы передать файлы на клиентскую систему. Бросили на FTP сервер. Итак, на нашей настольной системе, это Webcast 02, мы заберем наши файлы с FTP сервера. Готово. Итак, при помощи RDP файла, либо при помощи пакета Windows Installer, ну мы начнем с RDP файла. Так, производим первое подключение. На уровне сети нас запрашивают пароль. Чтобы больше этого не происходило, мы сохраним наши ученые данные. Пользователь URL у нас присутствует в группе TS01, поэтому подключение к серверу служб терминалов у него есть. Ок. Происходит подключение. Если мы откроем сведения, то увидим, что там происходит обычный запуск терминальной сети на сервере служб терминалов. Но в данном случае по запуску системы, то есть после входа, после запуска приложения, соответственно, приложение будет работать в режиме Remote App. И мы будем видеть только окна, не будем видеть все остальное. Так, готово. Приложение запустилось. Все, мы можем работать с XML Notepad. То есть, единственное, что его сейчас отличает от того, находились бы мы здесь или находились. То есть, как отличить, где находится это приложение. Когда мы выбираем Save Asp, мы оказываемся на сервере. Но в папке Компьютер по умолчанию у нас монтируются наши диски с нашей системы, в том числе AC и D. То есть, системный диск. Мы можем с ним работать. Итак, здесь, я думаю, все просто. На TS-01 мы можем это все проверить. Мы видим, что у нас есть подключение RDP-TCP. Пользователя URL, клоно сейчас активно. Ну, соответственно, сброс сейси необходимо настроить. Так, что касается пакета установщика Windows, здесь все намного интереснее. Производим установку. И после установки у нас появляются обычные ярлыки. На рабочем столе подключение происходит аналогично, но ярлык привычный. Соответственно, пользователям не нужно знать, где находится приложение. Им нужно, чтобы приложение работало. Соответственно, вы распространяете его при помощи Remote App и все замечательно. По аналогии в меню пункт, в Remote Programs, появляется ярлык Remote App. Ну, ярлык на XML Notepad, который является Remote App. Вот таким вот образом. Что касается того, как убрать ярлыки, ну, понятно, можно было бы их просто обвести и удалить. Но по аналогии, так как это пакет установщика Windows, с панелью управления можно выбрать удаление программы. Вот таким вот образом, соответственно, можно работать с Remote App. После удаления и каталог Remote App исчезает, так как больше ничего не осталось. Можно распространять несколько приложений с одного сервера. Что касается нашего веб-каста, на этом все. Я думаю, все довольно просто, все понятно. Если есть какие-то пожелания или вопросы, пожалуйста, присылайте их мне на электронный адрес. Если вас интересует больше видео по информационным технологиям, заходите ко мне на сайт. Ну и все новости одной строкой, а также мои публикации и переводы, можно найти у меня в блоге на LibreFundBlogspot.com. На этом все. Спасибо за внимание. Будьте здоровы.